Найдите предел функции sin x в степени x при x, стремящемся к 0 справа. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Вначале нам нужно подставить вместо переменной x 0 в нашу функцию. В результате sin 0 равен 0, а это значит мы получим неопределенность вида 0 в степени 0. То есть этот предел может оказаться равным константе, или может оказаться равным 0, или может оказаться плюс-минус бесконечностью. То есть для того, чтобы найти этот предел, нам нужно раскрыть вот эту неопределенность. Обычно для раскрытия такой неопределенности переходят к неопределенности 0 разделить на 0, или переходят к неопределенности бесконечность разделить на бесконечность. Чтобы перейти к одной из таких неопределенностей, попробуем функцию под знаком предела записать с помощью основного логарифмического тождества в виде е в степени натуральный логарифм от sin x в степени x. При x стремяемся к нулю справа. То есть нам нужно будет найти предел функции е в степени x умножить на натуральный логарифм sin x. При x стремяемся к нулю справа. И теперь в силу непрерывности показательной функции мы можем перейти к пределу показателя степени. То есть все это будет равно е в степени предел при x стремящемся к нулю справа показателя степени x умножить на натуральный логарифм sin x. Для того чтобы найти этот предел давайте отдельно найдем предел показателя степени. То есть отдельно найдем предел произведения x умножить на натуральный логарифм sin x при x стремящемся к нулю справа. Если подставить 0, то мы получим неопределенность вида 0 умножить на бесконечность. А нам, как вы помните, нужно перейти к неопределенности вида 0 разделить на 0 или бесконечность разделить на бесконечность. Поэтому для того, чтобы перейти к дроби, представим нашу функцию под знаком предела в виде дроби и разделим числитель и знаменатель этой дроби на x. В результате получим предел, дроби, в числителе у нас будет натуральный логарифм sinx, а в знаменателе у нас будет 1 разделить на x. При x стремящемся к 0 справа. Снова подставляем 0 и получаем неопределенность вида бесконечность разделить на бесконечность. Но для раскрытия такой неопределенности удобно применить правило Лопиталя. То есть предел отношения функций мы можем заменить на предел отношения их производных. То есть мы должны производную числителя разделить на производную знаменателя. Находим производную числителя. Получаем 1 деленную на sinx, да еще умножить на производную sin, то есть нам нужно еще умножить все это на cosx. А производная знаменателя будет равна минус 1 разделить на x в квадрате. Минус 1 можно сразу вынести за знак предела. А под знаком предела делим дробь на дробь. В результате получаем cosx умножить на x в квадрате и все это разделить на sinx. Теперь удобно будет разделить числитель и знаменатель на x. В результате в числителе у нас останется x умножить на cosx, а в знаменателе у нас будет sinx разделить на x. Предел частного равен частному пределов. Предел знаменателя представляет собой первый замечательный предел, который равен единице. А предел числителя, как предел произведения двух функций, равен произведению пределов. Предел переменной x при x стремящемся к нулю справа равен нулю, а предел cosx при x стремящемся к нулю справа равен единице. То есть наш предел будет равен нулю. Теперь возвращаемся к нашему первоначальному пределу. То есть находим е в нулевой степени, а это значит наш первоначальный предел будет равен единице. Пишем ответ. Предел равен единице. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.